Всем привет! С вами Дмитрий, канал LEGO CrazyMotion. Я продолжаю готовиться к мультику по монголо-татарскому, наверное тогда монгольскому вторжению. И, в общем, уже не секрет, что я буду пытаться делать битву за Козельск. Подробно изучаю я сейчас эту тему, смотрю документальные фильмы. Опять та же самая картина, когда куча разной информации, не то чтобы прям сильно противоречивой, но сильно отличающейся друг от друга. Грубо говоря, три версии, почему монголы пошли на Козельск. Первое, тупо заблудились, случайно вышли. Второе, пошли мстить внуку одного из князей, который был на реке Калки, который убил монгольских послов, и они знали, что там внук этого князя и решили отомстить. Третье, они просто ограбили все, что могли в одной части Киевской Руси, и на Новгород уже идти не могли, сил не было. Начиналась уже весна, снега начинали таять, нужно было уже возвращаться, и они пошли по той части, где еще не было разграблено, им нужно было пополнить запасы зерна. Ну и типа там вот Козельск был городом, который считался торговым, значит там были запасы, нужно было его последним быстренько ограбить и пойти в степь. То есть, короче, вот как с причинами вторжения есть совершенно разные теории, так и практически по каждому элементу битвы, осады, все тоже очень спорно, разные цифры называются. Есть, наверное, более каноничная какая-то информация, в частности я посмотрел несколько роликов из музея Козельской битвы, этой самой, где там сами сотрудники музея рассказывают, наверное, они называют цифры те, которые считаются в историографии нашей более, скажем так, правильными. Но однако смущает, конечно, что включаешь ролики и прям вот совершенно разная информация сыпется. Ладно, это моя частная головная боль, немножко погрузил вас зачем-то в это. Теперь по поводу ролика нынешнего, начал я вспоминать, что же я еще покупал для этого мультика. Как вы знаете, к мультику я готовился давно, покупал там чуть ли не несколько лет разные вещи под этот мультик, старался собирать там что-то. И в частности, вот я купил, так у нас монголы из луков стреляют, я купил большое количество луков. Ура, я молодец, но еще я купил большое количество колчанов со стрелами и не могу их найти. То есть у меня вот такая же где-то коробочка была с колчанами, специально под монгол делал, чтобы было много лучников и нифига не могу найти. То есть все колчаны сложил куда-то и все, и похоже у меня будут монголы с луками, но без стрелок, не печально. Причем не только леговские версии, но я даже вот нашел где-то там с Brickforge я покупал отдельный просто вот такой вот элемент крутой, очень детализированный красивый колчан. И вот я нашел только один, а я помню, что я их покупал там с десяток, тоже не могу найти. Короче, с колчанами у меня будет большая проблема, где-то я все это сложил и все ушло в воду. Но зато я нашел фигурки монгол с Алиэкспресс. Ну как монгол, это опять китайцы, но монголы. В общем, тоже покупал с идеей, что это будет какая-то элитная гвардия, но уже купив, столкнулся, конечно, с одной и той же проблемой, что и ранее с монгольскими всадниками. Их очень красивая форма, не позволяет их использовать нигде, кроме как на полочке для красоты. Классные фигурки, слизанные с Китая, собственно, мне уже кто-то написал, что это какая-то там династия, там Сон, Сун, Швин, Мин, я не разбираюсь, китайская. Но, так как монголы очень много брали всего у Китая, то вот в частности, вот этот вот шлем, да что ж такое-то, шлем отдай, пожалуйста. Вот этот вот шлем, такой точно был у монгол, то есть этого можно давать смело монголам. Вот, допустим, у меня есть монгольский воин, и вот если ему эту меховую шапку снять и дать вот это вот, вот так, ну, она немножко великовато, конечно, почему-то, 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 но не важно. Короче, отличная монгольская шлепень, прекрасно выглядит, может быть, ему или кому-то другому и дам. Так, а ты пока получай свою меховую и уходи. Но, в период первого похода, на который приходится Козельск, там вроде монголы в основном были еще не так сильно, скажем так, вооружены, как позже. Не было у них тогда тяжелой бронированной конницы в латах, все появилось позже. Так, что мы имеем здесь? Фигурки с Алиэкспресс, если я этого еще не сказал, не уверен, что смогу дать ссылку, они не так часто сейчас встречаются, но поищу, может быть, оставлю, если лень не будет. Давайте посмотрим, они, в принципе, типовые, сейчас одну из них разоблачим, давайте вот эту вот разденем. В принципе, они типовые, броня, смотрим, снимаем наручи, снимаем юбку, шлем и вернись, голова. Кстати, отдельное спасибо этому сету за то, что увеличил мне количество монгольских лиц, потому что каждая фигурка, буквально каждая, шла с тремя лицами. Вот три физиономии, все три, соответственно, азиатские, особенно крутая вот эта вот, хотя это тоже мне нравится, но здесь такая с перевязанным глазом. Вот, соответственно, у меня три фигурки, получается, каждой головы по три вида, на девять голов у меня появилось. Ну, раздам своим монголам, потому что у меня азиатских лиц было не так много, ну, плюс девять, это хорошо. Этой фигурке я дал, соответственно, данное лицо и что у нас имеется? А у нас имеется красный такой, что-то типа халата в азиатском стиле, ну, китайско-монгольский, подпоясанный. С боков тоже принты есть, круговые принты, отлично. Сзади складки ткани, поезд, перевязано, то есть, все отлично. В общем, я думаю, что именно в таком виде у меня монгол и пойдет штурмовать Козельск. То есть, получит он свою шляпу. Как вы помните, я показывал черных монгол раньше, тоже в броне, но так как броня тоже не подошла, то я сказал, что они пойдут в своих фиолетовых халатах. Эти пойдут в красных халатах, и отлично. У монголов не было унифицированной формы, каждый шел кто в чем мог. Форма появилась унифицированная сильно позже, и то только у конкретных каких-то типа спецподразделений по охране хана. Армия же была разношерстная, как бы каждый кто во что гораст, поэтому вполне вот такой подойдет. Вот ему тоже шляпку для вида. И вот так вот они пойдут. Вот мои монголы очень даже, кстати, реалистично, аутентично выглядят. Продолжаем обзор этой фигурки. Значит, соответственно, все три внутри абсолютно одинаковые. Везде один и тот же принт халата. Лица я уже показал. Далее, юбки у всех одинаковые. Причем она одинаковая с двух сторон. По-фиг, как ставить. Броня. Так, голову что-то забыл снять. Броня на грудь. По-моему... А, тоже одинаковые, да. Смотрю, да. Броня на грудь тоже одинаковая. Наручи одинаковые. Мобильность у фигурки практически нулевая. Ходить не может. Даже вот эти вот большие ноги космодесантников из Вархаммера были лучше. Они ходили. Они не могли наступать на пины, но они ходили. Их с помощью пластилина можно было держать. А здесь же диапазон движения такой маленький, что ходить в принципе невозможно. Это чисто такая вот непонятная декоративная функция. Это можно, если просто лежать и теребить ножками. В общем, смысла нет. Соответственно, дальше мы одеваем голову. Вот до этого момента все фигурки одинаковые. Шлемы, соответственно, все три разные. Мне больше всего нравится вот этот. Но он один. Здесь вообще какая-то маска а-ля гладиатора из Рима. Я про него, если что. Вот это тоже вроде такая популярная у монголов была. Был шлем с перекрытым ртом. Ну и оружие, как называется, не знаю. Ну вот это меч и щит, понятно. А вот эти вот длинные палки, я не знаю, как называется. Вряд ли это копья. Там, алебарды, не знаю. Какое-то название наверняка есть. Причем фигурки очень красивые. Они больше, наверное, для коллекционеров подходят. Вот кто увлекается восточной темой. Китайцев сейчас очень много продается разного периода на Алиэкспрессе. Ну и тем, кто китайской историей увлекается, наверное, будет интересно такое. Покупать себе, ставить на полку. Почему нет? При том, что делают это сами китайцы. И, по идее, должны делать это все более-менее исторически верно. Я же буду это частично использовать для монгол. Для Китая не знаю. Для Китая не знаю, сколько мне это пригодится. Вряд ли. До такого периода я вряд ли доживу, чтобы я начал Китай делать историю Китая. Но все монгольское, что смогу, я отсюда вытащу и буду использовать в своем нападении на Козельск. Так, в общем, обзор из серии «Мыслию по древу» и про печали подготовки с исторической стороны рассказал. И про зузли колчанов рассказал. И фигурки эти на всякий случай показал. Ссылку не обещаю, но посмотрю. Если под рукой будет, то выложу. Если нет, то особо ее копаться искать тоже неохота. Вот, все. Всем спасибо за просмотр, кто здесь почему-то оказался. И до новых встреч на канале. Так, мне надо сейчас заставку сделать, фотографировать красиво. Насколько я могу делать шедевральные заставки. Стойте уж прямо. Все. До новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok